Девушки отдыхают А теперь просто обычная труженица российской поп-сцены Юлия Ковальчук Кто круче? Ангельское терпение или завышенные амбиции? Фэшн-феерия или облегающая откровенность? Три заклятые коллеги или полная свобода? Если звезды зажигаются, значит сами виноваты Но кто же зажигает быстрее и горит ярче? Сара Джессика Паркер родилась ровно 45 лет назад В ничем не прославившемся городе Нельсонвилл в штате Огайо Делать в такой глубинке было нечего, но Саре было не скучно Потому что у нее было трое своих и четверо сводных братьев и сестер Так Паркер с самого детства научилась работать в команде Как раз такой реакции я и добивалась Юлия Ковальчук родилась 28 лет назад в небольшом городе на Волге Но так как у Юли была всего одна сестра Приходилось искать развлечения на стороне Например, заниматься танцами Она вот прям девчонка наша, как говорят в Америке и по телевизору из соседнего двора Потому что похожа на парк Сбегать от своей большой и наверняка дружной семьи в театр Сара Джессика начала в 11 лет Девочку жалели и давали ей небольшие роли Мы против использования детского труда Но не можем не оценить такой ранний старт Смотрите на нее и сразу все поймете Да, она талантливая девушка Семейные хроники и семьи Ковальчук Зафиксировали начало Юлиной страстной любви к танцам в 6 лет К 12 годам девочка уже выступала с ансамблем народного танца В 15 собрала свою первую танцевальную группу Мы это уважаем и ценим на целый балл Когда Паркер получила свою первую заметную роль Она сыграла собачью голову в фильме «Марс атакует» Саре исполнился 31 год Ничего страшного, ведь кто не ищет, тот не находит Юля Ковальчук намного раньше поняла, что талант — это, конечно, хорошо Но молодость лучше Поэтому уже в 19 лет выскочила на большую сцену в составе группы «Блестящие» Детский труд — это жестоко, зато закаляет Поэтому в битве двух танцующих вундеркиндов Юля Ковальчук вырывается вперёд Счастье, конечно, не в деньгах Но какое счастье без денег? Самое время залезть нашим героиням в карман 20 долларов? За туфли? Сара Джессика Паркер почти 15 лет просидела на голодном байке Некоммерческих театральных постановках Мимолетных ролях 18-го плана и дешёвых сериалов Зато никто не скажет, что Паркер не доросла до своей звёздной роли Самой знаменитой нью-йоркской неудачницей Уведите меня отсюда! Уведите меня отсюда! Сейчас, сейчас, сейчас Потому что она красивая, стильная, элегантная, тонкая Она очень... она леди Юлий Ковальчук, заблестевшей на сцене с 2001 года, тоже пришлось натерпеться В «Блестящих» Юле продержалось 6 лет Она пережила 4 замены солисты группы А потом всё бросила и ушла В глушь, в Саратов Лишь бы сольно Самое главное знать, чтобы у тебя бабло не отнимали Почувствовав себя всемогущей, Кэрри Брэд Шоу, то есть Сара Джессика, начала войну за бабло Она отгрызла себе роль продюсера сериала «Секс в большом городе» За что и словила жирные лучи ненависти своих партнёрш по съёмочной площадке Полный триумф воли наступил, когда знаменитые модные дома закидали Сару предложениями стать модным консультантом При том, что до сериала мало кто отважился бы назвать Паркер хотя бы стильнее Ну одевается она хорошо Ну я считаю, что она очень стильная и модная Это приобретённый вкус всё-таки, мне кажется Юлия Ковальчук заявила о начале сольной карьеры в 2006-м, но готовилась к ней долго И очень старалась на время творческого кризиса не выпадать из телевизора С настойчивостью достойной восхищения певица брала измором все возможные реалити, танцевальные и прочие ток-шоу А одно время даже прописалась в качестве ведущей За такую работоспособность бал Конечно, она стильная девушка и причём она работает на аудиторию 12-17 лет В точке зрения теории у Юли есть все шансы к своим 45-ти догнать Паркер Но пока Сара Джессика догнала Юлю Обе девушки не понаслышке знают, что такое секс в большом городе А вот что они слышали про любовь? Спасибо за вашей энергией! Сара Джессика Паркер, несмотря ни на что, и вопреки всему, умудрилась вести бурную личную жизнь На её счету затяжной роман с Робертом Дауни-младшим Я такого даже не знал Короткие интрижки с Николасом Кейджем и Джоном Кеннеди-младшим А также брак с актёром Мэтью Бродериком, который длится уже 13 лет Ну а кроме этого, трое прелестных малышей Близнецов для Сары и Мэтью вынашивала суррогатная мать Но это мелочи, и семейному счастью не помеха Два года назад Юлий Ковальчук, так и не доведя до логического ЗАГСа Четырёхлетний роман с таинственным бизнесменом Сергеем Как-то неожиданно для всех оказалась в объятиях певца Алексея Чумакова Хоть в мире много есть, удивительных мест Это лучше всех, ты здесь Околозвёздная тусовка лезет из кожи вон в попытки поженить Юлю и Алексея А они всё не женятся и не женятся Это что ж получается, опять пиар Милый, хватит меня трогать Очередной пиар-ход, как и с остальными знаменитостями Но как бы там ни было, Юля заявляет, ей с Алексеем хорошо, он идеальный И вообще у них всё прекрасно, как мир, труд май И безо всяких штампов Пока Сара Джессика Паркер перекрывает Юлю по всем статьям Семейного кодекса В этом раунде ей достается чистая победа Звёзды не только светят, но и греют Кого согрели наши героини? Сара Джессика Паркер после секса в Большом Городе, ставшая иконой стиля И подружки ведущих дизайнеров взяла на себя нелёгкий труд трендсеттера Теперь Сара не имеет права шивиться не только с нарядом для церемонии, но и с повседневным гардеробом Я не против веселья, но я не одета для катания на верблюдах Она стильная, конечно Она обычная Творчество Юлии Ковальчук скорее направлено на раздевание, чем на одевание Поэтому Юля крайне редко попадает в разделы моды женских глянцевых журналов Зато у неё есть внушительная подборка мужского глянца Где Юля и на обложке, и на центральном развороте, далее везде И никому даже и не придёт в голову оценивать актуальность её бикини в этом сезоне Актриса Паркер очень ответственный гражданин своей страны Она занимается благотворительностью и входит в число 25 избранных Которым позволено давать советы самой Мишель Абами по вопросам культуры, искусства и гуманизма Ковальчук признаётся, что вынуждена считать каждую копейку Поэтому она не может решиться на покупку московской квартиры даже в ипотеку Мне ничего не платили Если её показывают, значит это кому-то надо Не могу сказать, чтобы, допустим, Юля меня чем-то заинтересовала Но в благотворительности девушка тоже участвует То концерт бесплатно даст, то старые вещи с аукциона спустит Так что обращайтесь, Юля чем может, поможет Вы сможете помочь всем деткам, которые находятся вдали от дома Итак, подводим итог В нелёгкой схватке двух звёзд, которых трудно перепутать, но так и тянет сравнить Побеждает Сара Джессика Паркер